Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами Радио Медиа Метрикс, и я Роман Дусенко в программе «Бизнес завтра». У нас великолепное настроение, потому что утром мы смеемся, мы веселимся, перед эфиром мы фотографируемся, сотрудники радиостанции создают для нас прекрасное настроение. Мало того, у меня сегодня великолепный, замечательный спикер. Ирина, привет. Привет, мы уже с утра немножко разогрелись, поэтому… Да, мы уже немного разогрелись, поэтому вот ты генеральный директор, по-английски CEO компании CHL, плюс ещё добавка «Россия», CIS, вот два слова, что это такое, потому что не все одинаково понимают, что это такое, где мы, что это такое CHL? Ну, если говорить о нашей компании, я немножко попробую «сэйчил», правильнее произносить, ну, бог бы с ним, компании 25 лет в России, в мире побольше, это компания… В 92-м году вы в России открыли офис, как вот вы разглядели? То есть, это вообще какая-то фантастическая совершенно история, потому что… Поверили в перестройку. Я бы сказала так, что начал приходить западный бизнес, пришёл в Россию и сказал… Боже, а где? А где знакомые нам инструменты? Где инструменты? Как мы будем набирать людей? Мы вообще про них ничего не понимаем, не знаем, мы хотим пощупать мозги, есть мозги, нет мозги, вложить денег, не вложить денег, взять, не взять, вообще как-то из этих ребят что-то слепить. Вот тут и появляется СЧЛ. Первое слово «мозги», мы его фиксируем. Вот, да, фиксируем в нашем мозге, такая критичная история, потому что СЧЛ известен своими, так называемые психометрические инструменты, я сейчас объясню, что это такое, тест способностей. Ну, грубо говоря, есть мозг, нет мозг на базовом уровне, брать, не брать, вкладывать, не вкладывать. Мозг, я знаю, есть у всех. Мозг, вопрос, что там внутри. Да, внутри. Вот скажи мне, пожалуйста, я, знаешь, ехал сегодня на эфир и думал, вот буквально, ну, пофантазируем, да, мы всё время говорим о диджитализации, о переходе в другое пространство, я вчера видел видео, где там андроид ходит по лесу, и вот, ну, я сам руководитель с огромным корпоративным опытом провёл там тысячи этих собеседований, и вот если мы всё отдадим машине, где останется человек? Слушай, ну человек-то останется. Я больше тебе скажу, если там где-то там с 50% успеха, просто по успеху, я понимаю, есть исследования, предсказывающие, насколько человек будет успешен в дальнейшем на рабочем месте, достигать, не достигать результата. Там необходимый достаточный уровень способностей, про что я сейчас говорю, это способность достаточно быстро обрабатывать информацию, тем более, ты говоришь, диджитализация, мир меняется, она у меняется, раз в полгода у тебя другие функции, называешься так же, а тебе бежать надо в каком-то другом направлении, ну или там почти другом, вот это 50% успеха. А другая человеческая составляющая, это так называемое соответствие среде, компании, свой, не свой. СЛЧ – это про что? А это и про то, и про другое, самое забавное, потому что, если первое, если ты не способен освоить свои задачи будущие, работодатель должен подумать, а какой минимальный необходимый уровень должен быть у человека, чтобы справиться с этим. Работодатель должен думать. Должен иногда думать, потому что есть же, я сейчас отвлекусь, есть же следующий такой миф, мы берём с рынка лучше, самых-самых, кого можем найти. Работодатель – это бюджеты есть, конечно. Работодатель – это бюджеты, мы как бренд всех привлекаем, одновременно работаем. Там что происходит? Забавная штука. Ты генеришь как работодатель, у тебя очень сильный бренд с точки зрения рынка, ты себе на 70% генеришь больше поток входящих кандидатов, но ты себе генеришь ещё больше количества неподходящих тебе кандидатов. Ты знаешь, я в этом существо… То есть, у тебя не улучшается качество. Абсолютно с тобой соглашусь. Просто вот приходится вот это всё перерабатывать с огромной скоростью. Приходишь на тренинг, говоришь, слушайте, вы читали книги о менеджменте? Да, говорю, а как вы думаете, почему они не работают? Ну, и начинают разные… Я говорю, нет, да это просто фотография того момента, того вот тех условий, тех людей и так далее. Поэтому кандидат успешный где-то, не факт, что он успешный здесь. Что является важным? Прошлый успех. Вот дай вот эту нам суть. Слушай, давай я схемку нарисую. Отлично, давай. Неважно, я буду комментировать, я приложим пикчер для нашей … Я люблю рисовать, но не умею. Что в основе лежит? Что… Давай я нарисую такой вот айсберг. Что нам как работодателю важно? Мы видим только верхнее. Мы видим верхнее. Если честно, нам, если мы говорим просто руководитель, линейный и так далее, он не обязан быть профессионалом. То, что я сейчас рассказываю, люди не обязаны в этом разбираться. То, о чем должен думать руководитель и менеджмент компании, пункт первый, что я хочу, чтобы люди делали. Так, что я хочу. Какие задачи и так далее. Потому что приходишь, начинаешь разбираться, не очень понятно, что от человека хотят. И нет иногда согласия в рядах. Одни хотят, чтобы, например, человек руководил территорией как административный руководитель, плюс чуть-чуть продажи, плюс организовал деятельность. Нет, ребят, стоп, это же главный человек в регионе, который должен идеолог, он должен еще заряжать других, продавать и так далее. Стоп, ну это здорово, если это в одном человеке. Круто. А это же по-разному. Значит, первая задача работодателя, что я хочу, чтобы человек делал. Человек делал. Да. Дальше возникает вопрос, а как он должен действовать, чтобы до этого что добежать? Есть там немодное нынче слово компетенция. И здесь уже как раз роль человека, кандидата. Вот тут роль кандидата, сейчас насколько он в это как может вписаться. Очень важная история, что если мы говорим наличие мозгов это хорошо, все остальные вещи, сейчас расскажу, что это такое, не говоря там, что кандидат хороший или плохой, он говорит, подходящий или неподходящий, подсердный результат, для этой компании, даже не только вакансий, для этой компании. Все-таки мы в целом берем среда компании. А что такое слово, вкладываем слово компания, дай буквально два слова, для этой компании, это что? Вот есть модные сейчас размышления про корпоративную культуру. Описана она или нет, висит она слоганами, она есть в любом случае, она существует. То есть компания, это корпоративная культура, то есть вольется он туда, и будет он эффективен именно в этой системе. Давай вот так, я вот по большому счету сейчас сведу это к корпоративной культуре, потому что это система верований, убеждений, которые всегда озвучивают по сути правила ритуалы, как у нас тут принято. Как принято, вот точно. Так как мы тут живем. Но вот есть еще элемент, что и только сверху, по большому счету, ты можешь чуть-чуть менять культуру, меняя вот эту задачу. Как только у тебя задачка меняется, и вот этот «как» не срабатывает, через какое-то время наступает вопрос. Возникает вопрос, что делать? Возникает отчаяние, разочарованность. Мы вроде все делаем как-то вот, как всегда и хорошо, а тебе как лучше получилось, как всегда, вот это очень четко отражает суть. И приходится вот это «как менять?» Оно никогда не меняется. Получается, над поверхностью что? Над поверхностью это наблюдаемое поведение, то, как человек действует. Мы работаем, вы конкретно работаете с чем? Здесь или глубже? Мы работаем, сейчас скажу, и здесь, и глубже. Вот чтобы здесь померить, можно провести интервью по компетенциям. К примеру, это самая простая вещь, вот на заметку нашим слушателям, когда берете человека на работу, мы четко знаем, что бы нам хотелось, какими бы личными качествами профессиональными должен обладать этот человек. Например, руководитель, вы считаете, что он должен уметь организовывать работу других людей. Точно. Что вам мешает запросить пример, как этот человек делал это в прошлом? Расспросить подробнее, что именно он делал. И тут вы узнаете, каким образом, видите, от что как перешивать. От что как, да. Он подступается к этой задаче. То есть мы берем и спрашиваем, по сути, кейс-интервью, где он рассказывает прошлый опыт, как он решал эти задачи в прошлом. Да, да. Именно подробно, как он сам это делал, а не рядом стоял. Мы должны услышать. Мы должны услышать, как человек действовал. Например, там могут быть такие маркеры, что, например, ставил задачу, прояснял, что происходит, чтобы понять и так далее, передать другим. Задумывался о том, почему люди так поступили, что можно им дать в виде задачи. Это показывает его характер мышления, обработка информации. Конечно, там множество. Но нам-то важно поведение. Если мы видим, что у него есть эта привычка, он это делает, есть большая вероятность, что он с этим багажом придет. То есть у нас тоже будет дело. И вам это подходящая история. Но интервью, кстати, у нас безумно популярно. Условно бесплатный метод сбора информации. В 80% компаниях на входе используют интервью. Часто это называют интервью по компетенциям, по факту биографическое. Родился, учился, женился. Ну давайте посмотрим на ваши резюме. Ну давайте посмотрим. Сразу скажу, кандидатов с подходящим резюме, таким вот бэкграундом, когда говорим, да, он делал эту работу, становится все меньше. Я тебе могу сказать хуже. Так как я занимаюсь еще и карьерным консультированием, 90% кандидатов не умеют писать резюме. Там либо хорошо написано это не делает, либо плохо написано на самом деле. Он классный, но в нем ничего не написано, ничего не поймешь. Неструктурировано. Абсолютно. Задаю вопрос, ты что, когда приходишь, первый смотришь опыт, я говорю, а почему в твоем резюме написано обучение? И так далее, и так далее, и так далее. Окей, поехали. Вот. И получается, что вам нужно вскрыть, что на самом деле человек делал. Потому что если родился, учился, женился, вы не можете сравнивать между собой кандидатов. У вас нет критерия. То есть пункт первый, подумайте, что, продумайте, по каким критериям вы будете сравнивать ваших кандидатов. Вам лучше, чтобы он, не знаю, был таким стратегом, долгосрочно что-то планировал и так далее, но не так критично, как он руководит другими людьми. Либо вам важно, чтобы он был командным игроком, и в чем это должно выражаться. Почему вот моя фраза, в чем должно выражаться, это критично. Потому что за ярлыком лидерства, руководства, команда кроется столько всего разного. Слушай, давай офф-топик такой, про лидерство. Сейчас дам два определения абсолютно реальных из двух разных компаний клиентов. Что такое лидерство? Что такое лидерство? Будет очень интересно. И обе штуки абсолютно рабочие для данных компаний. Первое. Мотивирует и наделяет других полномочиями. Второе. Дает указания, не вдаваясь в излишнее разъяснение. Авторитарные и демократичные. Вот, но оба поведения абсолютно рабочие для того, чтобы сделать эту задачу, и что в конкретном контексте. Ира, спрошу тебя буквально один момент. Знаешь, что недавно вышло исследование СИЧЛ, которое показывает, какие инструменты где и как в России или в Украине в мире были востребованы. Вот именно поведенческое интервью, оно как вообще сегодня в мире уходит вниз, вверх по трендам? Уходит. А у нас? У нас как условно бесплатный метод растет. Растет. Самое забавное. Дай я тогда тебе задам простой вопрос. Я понимаю, что ты сейчас говоришь как гражданин Российской Федерации все-таки, да? Но работающий в иностранной компании. Вообще вот уровень технологичности системы подбора у нас это какой? Вот от единицы до десяти? Он очень разный. Я бы сказала так. То есть у нас есть некий разрыв. У нас есть компании, которые гораздо продвинутые, чем западные. Даже чем глобальные коллеги. Есть примеры наших клиентов, когда что-то делается здесь, причем это не обязательно изначально западная компания, а потом транслируется на весь мир. И это нормально. То есть пузырьки в кастрюле есть? Конечно, они есть. У нас замечательные профессионалы есть. Но если мы говорим просто об общей массе… Статистик, куда без отчета? Что происходит на рынке инструментов? Смотри, на рынке инструментов что происходит? В 37% компаний западных, давайте скажем так, словно подзападные, я имею в виду глобальные, потому что там… Вне России. Вне России, да? И, назовем так, бывшие территории, ассоциированные. 37% занимает интервью, больше 60% – это личностные опросники, чтобы как раз посмотреть вот это соответствие поведенческих привычек к будущему контексту, задачи, культуре, готовы предлагать образцы работы, тесты знаний. То есть в два раза больше пользуются, спрашивая, более другие вещи, нежели в поведенческом… Интервью с каждым годом… Все ниже и ниже. Потому что получается дорого. Это время интервьюера, это субъективность, много всяких… А дорого – это значит снижается издержка за счет диджитализации, все онлайн, все мобильных устройств. Где? Онлайн я потом отдельно вообще скажу, потому что там… Там дьявол в деталях. Все-таки лично. Человек должен куда-то прийти? Человек должен проконтактировать с живым человеком. У нас вот получается, как бы наш-то плюс 80% компании интервью, все остальное, все, что связано с каким-то условно-объективной оценкой, давай так это назовем, когда человек что-то заполнил, мы насчет этого подумали, мы посмотрели глубже в поведение, просто запросили пример. У нас это гораздо ниже. Еще тесты знаний мы как-то признаем. То есть, у нас в этом плане похожи на весь остальной мир. В этом может быть даже наш плюс, потому что буквально в конце прошлого года, просто сейчас стали частью Гарднера, там провели масштабное исследование, как люди воспринимают кандидаты. Причем разных возрастов. Все вот эти новомодные истории, связанные технологичное интервью, геймификация, поясню для наших слушателей, как-то в процессе игры, тебя оценили, что-то произошло. То есть, была гипотеза, причем изначально даже в недрах профессиональных, что может быть это и неплохо. Когда мы у кандидата много времени не отнимаем, по-быстрому что-то посмотрели, поиграли. В групповом собеседовании, например, в нескольких гендарах, поиграли. Поиграли, ну вот даже не вот такое групповое собеседование, а поиграли, например, онлайн, либо было записано их интервью, потом мы это посмотрели на видео. Для работодателя это удобно, это экономия времени. Но там возник следующий интересный эффект. Выясняется, что кандидаты готовы, чтобы смотрели, как они выполняют работу. Есть такой инструмент, называется ассессмент-центр, центр оценки развития, неважно, как мы их назовем, когда симулируется рабочая ситуация, человек что-то делает. Ну, например, симулируется рабочее совещание, мы смотрим, как он это делает. Или там есть бизнес-кейт. Это эффективно или нет? Это эффективно, это работающие штуки, кандидаты на это готовы. Проверка профессиональных знаний, да, мы готовы. Проверка этих личностных особенностей совпал-не совпал с задачей компании, не то, что готовы. Мы хотим больше, чем это сейчас использует работодатель. А что самое главное? А вот сейчас я тебе скажу про геймификацию. Только 9% кандидатов вообще к этому относятся хоть как-то позитивно. При этом в мире, поскольку там уже эта волна пошла относительно давно, 12% подвергались этому. И люди не очень-то довольны. И это не зависит от поколения. Просто им неинтересно, когда их… Не то, что неинтересно. Там резко отрицательный дискомфорт. Вот это забавная вещь. То есть, получается, что люди тем самым транслируют. Вы во время найма, серьезного решения относительно моей жизни, неважно это внешний или внутренний найм… Поэтируете к себе негативное отношение. То есть, это работает негативно на бренд. Окей, супер. С этим разобрались. Итак, поведение. Что дальше? Что вглубь? Что вглубь? Понятно, нужны знания и опыт. Но это скорее то, что… Это просто. В России, мне кажется, выявить знания – это легко. Легко. Ну, знаешь, это не всегда знания, которые вот книжные. Это про знания и опыт, когда мы говорим… Я забыл, чем вы меня учили, но у меня есть схема поведения. Это да. Но, с другой стороны, если мы говорим о профессиональном неком сообществе, там человек должен уметь и знать, ну, по крайней мере, он знать, у него должны быть хоть какие-то умения, а вообще идеально у него должен быть навык в этой работе. Да. Это в идеале. Но самое забавное, что это все-таки можно накачать. Это не так смертельно, это более-менее проучает. Это додаваемо. Да, додаваемо. Вопрос, есть некоторые отрасли, где-то додаваемо за десяток лет, но вопрос цены. А вот теперь надо посмотреть, а в коня ли будет корм. Давай так это назовем. То есть, мы его берем, учим, а результата не будет. А результат вот… Да. Учи, не учи, ничего не получится. Минимальные требования, как я уже говорил, это наличие способности обрабатывать, абсорбировать информацию. Задачка меняется. Это мы уже в мозг заглядываем. Это мы заглядываем в мозг, потому что это необходимое и достаточное требование. Как можем заглянуть? Слушай, ну есть, понятно, ты можешь понаблюдать за два месяца и узнать, он вот так или не очень. Но это слишком дорогой способ это выяснить. Можно на входе. Есть на входе, тесты способности, часто этим пользуются. Идут студенты, у тебя есть вот этот массовый поток. Ты сразу отсеиваешь тех, кто точно не. Не всегда берешь лучших, отсеиваешь тех, кто точно не. Те, кто не способен, а отсеиваешь тех, кто точно не. Вот то, что ниже среднего. Потому что как только ты начинаешь выбирать лучших из лучших, у тебя резко сужается выбор. Способности 50% успеха. Если точно не, то успеха точно не будет. А дальше уже не завид. Средние, высокие, честно компенсируются другими факторами. Что между, ты явно не случайно оставишься в зазорах. Ой, а тут самая интересная история зашита. Вот мы взяли со способностями. Вроде бы с мозгами товарища, даже с очень хорошими мозгами. Как часто говорят, вот вроде как и соображает быстро, и обучается быстро. Но толку от него в нашей компании ноль. В чем причина? В чем причина? Помнишь, мы начинали с того, что насколько вписывается в контекст та модель поведения, которая есть у человека. Как он действует. Адаптировался ли он к этой, приняла ли его структуру? Приняла ли он, а может ли в принципе принять? Он не хороший, не плохой. Представим себе, вот тут наш руководитель, который мотивирует, наделяет других полномочиями, с таким демократичным стилем. А тот пришел из культуры, где ему распределяли все. Ему предложили работу, у него хороший послужной список. На повышение пошел. Может быть, на повышение пошел в культуру, где дает указания, не вдаваясь в разъяснения. Причем это хорошая компания. Там все успешно. Все успешно, просто там другая среда. Например, опасное производство, где на каких-то местах нужно, ну, разные бывают. Не важно. Так, не важно. И что с ним случится? И что? А он вряд ли перестроится, у него есть уже свожившиеся. И вернуться обратно не сможет. Ну, вот хорошо бы на входе, как раз гуманнее на входе это понять, чем создавать ситуацию неуспеха. Кто несет ответственность за это, кандидат или работодатель? Ну, так, перед Господом Богом. Знаешь, несет ответственность работодатель, чтобы рассказать о том, какие требования как есть. Чтобы для него не открылось это в первый день, что в туалет ходят по расписанию и так далее. Вот именно поэтому тренд, который уже дошел и до нас, и который есть глобально, самое лучшее средство поработать с кандидатами до входа их в компанию, вообще до какой-то первой интеракции с ними, это рассказать о компании, что у нас принято или не принято, в том числе какие приняты у нас, ну, скажем так, нестандартные вещи. Я приведу пример. Давай, кейс какой-нибудь. Представь себе, причем это самая совершенно реальная история, найм колл-центра, там всякие глобальные компании, Азиатско-Тихоокеанский регион, просто наши коллеги делали. Что они делали? Они сажали на карьерный портал такую вот прям буквально там видеоисторию, если ты хочешь работать в колл-центре, будь готов. Вот ты сейчас пощелкай и ответь, готов ли ты в празднике работать, твои друзья отдыхают. И тут картинки, как друзья отдыхают, а тебе надо вот пока, скажем, сидеть на телевизоре. Работе, да. Представь себе, что это вечер, выходные, и твоя семья собралась, а ты работаешь. Ты готов ли на это? Представь, что тебе нужно будет вот столько-то часов разговаривать с людьми, с разными, в том числе люди могут быть нервничать с разным поведением. И там соответствующие картинки. Ты готов на это? Вот если ты на все это готов, хорошо, дальше апплицируйся, мы с тобой попробуем поговорить, подходишь ты или нет, но мы тебя предупредили на входе. То есть, есть тенденция не привлекать кандидатов, а отпугивать тех, кто тебе не подходит. Супер. Смотри, вот мы фактически с тобой очень серьезно расковыряли вот такие для тех, кто понимает все-таки. Сейчас ты пишешь важную цифру, важное слово, которое находится посередине, и мы фактически закончим этот айсберг. Давай завершим этот процесс и вернемся к теме нашей программы. Все-таки, что такое эффективный подбор, как повысить эффективность компании через подбор, жду последнюю интересное название этой середины. Что это? В чем сердцевина? Особенно для руководителей. Мы все знаем, что привычки поведенческие, они достаточно устойчивы во времени, их вообще трудно изменить. Человек подходит или не подходит в некий контекст, от того, какой у него был опыт, что сформировалось. Например, я привык действовать по ситуации. Это хорошо или плохо? Да бог его знает. Все зависит от задачи, зависит от компании, от контекста. И вот здесь я написала привычки, часто называются личностные особенности. Их тоже можно пощупать до входа в компанию. И можно соотнести с тем, что мы хотим от человека. Если мы от человека хотим, говорим, что в нашей компании достигают результат только те, кто четко все распланировали, действует по плану, не отступает от него, все идет через согласование, это нормально для нашей компании. А мы тут видим привычку человека действовать по ситуации, по ходу самому менять приоритеты, ну где-то сдвигать сроки, мы понимаем, что у нас просто не уживется. Он красавец, но он не наш, и это 50% успеха. Ну еще внизу айсберга есть такая штука, мотивация. Я сразу проговорю, что… Морковка спереди или сзади? Ой, а у всех по-разному, в том-то и дело. В том-то вся фишка, что есть, конечно, безусловные вещи, которые мотивируют большинство людей. Вот я слово «большинство» сейчас не зря проговаривала. Материальное вознаграждение, статус, карьера. Но есть вещи неоднозначные. Например, автономия, самостоятельность. Я бы дам самостоятельную задачу, он же руководитель. Это вот так мотивирует, так вдохновит. Может быть, он и вам говорит, что ему это нравится. – Опять же, все надо понимать оттуда, откуда он пришел, какие у него привычки. – Да. И не факт, что он сможет работать в ситуации самостоятельности, автономности. Даже если у него есть знания, навык, опыт, мозги, все что угодно, его деятельность может расстроиться. – Круто. Спасибо тебе огромное. Мы, знаешь, вот как в классической лекции базовый фундамент знаний заложили. Мы рассмотрели разные подходы. Мы человека растянули по айсбергу. Мы видим, что над водой, что под водой. Ты дала очень важные моменты. А, собственно говоря, первое, что человек хочет, работодатель, чтобы делал человек. Как он должен это делать. Третье, критерии, по которым люди выбирают. И четвертое, самое главное, а что такое компания? Это то, что принятое, что не принятое. И ты рассказала, что иногда, зачастую, возможно даже, можно использовать не только завлекающие, но и отторгающие методы, рассказывающие по-честному, что в компании принято. С этим все понятно, круто. Теперь переходим, собственно говоря, к подбору. Ни одна компания не может работать без людей. О, да. Об этом мечтают многие, но пока нет. Да, да. Мы люди, тем более мы. У нас харизма такая, мы, ментальность наша такая, нам поговорить, общаться. Вообще, Черниговская очень часто говорит, мозг человека развивается только, когда он не один, а когда он в группе людей. Да, то есть, поэтому вот эти удаленные места, это все хорошо, это тренды, но все равно тот же Google пишет, мы никогда бы не создали свои продукты, если бы наши люди из разных департаментов не встречались вместе, не пили пиво, не играли в бильярд и все остальное. Боль российских компаний. Все говорят, нет кандидатов. А кандидаты, все говорят, нет подходящих работать. Так вот, что же такое правильно организованный подбор в компании, который поможет повысить эффективность работы в компании? Давай я попробую по пункту прямо ответить. А я прямо буду конспектировать за тобой. Мы уже часть проговорили. Определите, что человек должен у вас делать. То есть, какие задачи будут стоять. Потому что это необходимый и достаточный уровень. Не надо искать зачастую, вредно искать суперзвезд. То есть, нужно искать человека, который четко, так скажем, вольется в пункт задач. Я не беру сейчас какие-то совершенно уникальные ситуации. Мы говорим обычные истории. Мы говорим обычные организации. Вот именно поэтому говорят, нет кандидатов. Вы ищете зачастую готового человека, который сейчас придет, поднимет знамя и вас там, не знаю, спасет и вынесет на руках. А что вы делали все это время, простите? Прости, господи, хочется сказать. Спасатели придут в команду. Малибу. Малибу. Вот такая достаточно вредная установка. Объясню почему. Даже статистически, если взять, вы выдвинули критерий. И умный, и добрый, и красивый, и еще какой-то. Сразу вспоминается анекдот про обезьяну. Вот, да. Именно. То есть, как много таких людей найдется на вашей территории. Итак, у человека, смотрящего нашу программу, в любом уголке России, у которого сейчас, я уверен, у всех. Вот нет ни одной компании, где нет ни одной вакансии. И когда он, знаешь, в очередной раз собственник приходит там или директ, ну что у нас там? Он говорит, ну вот, опять не закрыли. Что делать? Вот, первое, если вы HR, либо человек ответственный за подбор, идите к нанимающему менеджеру, то есть тот, кто ваш заказчик внутри, кто будет смотреть к кандидатам, и спросите, какие задачи. Не всегда это очевидно. Если у вас шлют должностной инструкции, я слово шлют, сейчас употребляю намеренно. В хорошем смысле именно. Да, в хорошем смысле. Не поддавайтесь. Да, не идите туда. Вы от чистого сердца и от души спросите, а что он будет делать. Далее попробуйте эти задачки ранжировать, что критично, чтобы человек делал. Потому что иногда работа разбивается на две. Есть такая история, когда работодатель пытается волей или не волей, не знаю, сэкономить, не знаю, как-то срезать углы, и пытается в одном человеке объединить всё. А давайте у нас будет заниматься офисом, продажами, обслуживанием клиентам, драма кружок, кружок по фото, и хорошо бы знал английский. Вопрос зачем? Ну, по-разному бывает. Попробуйте распилить и как бы приоритизировать эту историю. Что важнее. Да. Затем я вам сейчас подскажу элемент, есть такое умное моделирование компетенции, короче говоря, по секрету рассказываю. Давай. Что делаем? Спрашивайте руководителя, а как действовали, какими были, на его взгляд, успешные сотрудники на этой или похожей должностях? Как действовали лучшие? Как действовали лучшие? Какие они? Вот что отличает лучшего от худшего? На секунду буквально. Даша Капранова была здесь у меня, она сейчас директор по персоналу МТС банка, до этого была техносила. Они запускали проект, но не успели довести в техносиле для того, чтобы набрать лучших. Они брали лучшего, делали с него кальку и пытались таких искать. Это работает? Это частично работает. Я, может быть, сейчас скажу, не очень политкорректно. Смотрите, важно искать не сколько портрет лучшего и с него списывать. Ну сколько вы таких клонов найдете? Немного. Немного. Важно описать критические моменты зоны неуспеха, а зоны риска. Вот смотрите, я иду все время от обратного. Зона неуспеха. То есть зона неуспеха. То есть кто не? То есть вы не берете ни кто да, потому что не факт, что вы попадете. Это желательно. Кто точно нет? А вот кто точно нет? Вот мы не хотим. Вот у меня неуспешные… И это все должен сказать непосредственно руководитель. Да. С него снимается… Вот проще всего вам спросить. Вот помните Васю? А вот почему… Что в Васе или в Пете было хорошего? О, хороший человек. Хороший был человек. А что такое… Пиво, пиво, пиво. А кроме пива, вот хороший человек. Ну, думал хорошо. А вот думал, это вот в чем выражалось? Вы что имеете в виду? Поддумал. Ну вот к людям хорошо относился. А вот как-то он хорошо относился к людям? Интересовался людьми. О, интересовался людьми. Да, здорово. Был справедливый. А в чем выражалось это справедливо? Не обижал никого, матом не ругался. Вот, замечательно. Это критично. А вот там, не знаю… А вот Серёжа был другой. Серёжа. Всех там ругал, никто не работал. Матом ругался, да. А вот никто не работал. А результат был? Был. А в первом нет. Но человек был хороший. Хороший. Вот давайте разбираться тогда со Серёжей. Вот очень часто бывает… Вот именно в таком формате. Вот казалось бы… Ну, именно так, да? Звучит немножко по-идиотски. Да, да. Я понимаю. Но ваша задача… Вычленить. Вычленить, докопаться просто… Когда был результат. Когда был результат. У кого? И даже, смотрите, есть такая ошибка выжившего. То есть, когда описывают лучшего, не факт, что все его черты работают на результат. То есть, давайте тогда… Ошибка выжившего? Да. Ошибка выжившего. То есть, вот эти все истории. Я бросил школу, когда был, не знаю, в пятом классе и создал компанию… Я ушёл с института и пошёл на курсы каллиграфии. Поэтому у нас прекрасные шрифты в айфоне. Да, да, да. Замечательно. А давайте посмотрим те, кто бросил институт или бросил школу, и что с ними стало. То есть, это… Мы смотрим только на одну сторону медали. Всегда нужно смотреть на контрастный пример. А как выглядел плохой? И что ввело вот к этому плохому? И был ли результат? Да. Потому что не впечатление… Сука, пришли к руководителю, взяли его за грудки и вытрясли с него всё что дальше. Вытрясли. Выяснилось, что этот человек, например, нам очень важно, чтобы он хоть как-то строил отношения с окружающими, чтобы не был мега агрессивным, и чтобы он… Зафиксировали шорт-лист требования. Не знаю, чётко что-то выполнял. И задачка всё время меняется. Нам важно, чтобы у него были мозги, потому что руководитель, проходя мимо, что-то бросил, тому нужно докопать, додумать и доделать. Ага. У вас возникает вопрос, как я могу… Какие у меня есть квалификационные требования к этому человеку? Критично для меня, какой вуз он закончил. Судя по всему, нет. Ну… Да, базовый фундамент, то он должен быть и всё равно. Наверное, да. Время мало, в детали не пойдём. Давай следующий шаг. Вытрясли с него. Что делаем дальше? Дальше. Дальше. Вы пишете объявление вакансии, всё, что угодно. Публикуете… О, важная вещь – объявление вакансии. Важная. Сразу скажу, мы в этом не специализируемся, но то, что важно в плане даже того же самого бренда… Маст хэв. Маст хэв. Вы должны описать не общими словами, а у нас дружная команда… Или скопируйтесь в такой же должности. Вот не надо. Вы напишите, что человеку нужно будет реально делать. Какие у вас реально требования, какие у вас реально особенности компании. На любую компанию найдётся свой любитель. Давайте так это назовём. Вкусы разные, а вкус их не спорят. К счастью. Мы все разные. К счастью. Поэтому вы отсечёте просто нерелевантных кандидатов. Пришёл к вам кандидат. Если у вас есть возможность, проведите вы тест-способности. Ну, посмотрите вы мозги. Так, тест-способности. Угу. Потому что если уровень ниже среднего для уровня должности, на который человек претендует, вам будет с ним, скажем так, сложно. Угу. И с каждым годом всё становится сложнее. Работа меняется, ему нужно самому переучиваться. Если он будет отставать, будет тяжело. То есть он будет… Знаешь, вот в прошлый раз была Лена Витчак, бывшая директор РФК-системы, она фразу сказала, великолепную. Скорость эскадры определяется самым медленным крейсером. Это правда. Это правда. Поэтому не создавайте себе вот этот медленный крейсер, который будет… Супер. Что дальше? Что дальше? Вот скажи мне, пожалуйста, вот об этом самом фантастическом интервью, когда человек приходит, общается. И включи вот здесь инструменты ваши. Как, где вы помогаете людям? В идеале… В идеале… Вот я понимаю, что просто не всех есть возможность. В идеале вам хорошо бы… Вы отсели человека по способности, понимаете? То точно нет. То точно нет. Дальше вам важно впишется, не впишется. Культура. Всякие культурные особенности. Опять-таки, если это руководитель, если у него хотя бы склонность к руководству, брать на себя ответственность и так далее. Это также можно померить опросником. У нас там опросник APQ, если кому интересно, погуглит. Вот это все можно увидеть до. Он пришел на собеседование, вам остается просто это перепроверить. А приведите пример, как вы руководили другими людьми за последние полтора года какой-то яркий случай. Скажи самый главный момент. Интервью живое должно быть? Должен быть живой контакт с работодателем. Это не обязательно интервью. Это может быть даже элемент обратной связи, то есть рассказы, а что мы про вас поняли. Скайп, видеоинтервью. Приветствую. Скайп. Можно. Видеоинтервью частично, только на массовые позиции. Вот наше же исследование, это Гартеровская, показывает, что технологичным интервью глобально подвергалось 75% кандидатов. Уже. У нас гораздо меньше. Но это негативный опыт для них. То есть тут вам нужно взвешивать. Если вы крупная компания, у вас массовые позиции, я прекрасно понимаю, что видеоинтервью записанное, это удобно, это хорошо. Вы должны понимать пост-эффект этого, что это не самая приятная штука для кандидатов. Дай мне, ты же всё-таки психологию имеешь отношения, буквально секунду просто в сторону. Почему, ведь это же сродни с видеоблогерством, почему мы склонны смотреть других, нежели снимать себя, почему? Вот когда мы говорим… Вот глобально не отвечу тебе, а вот с точки зрения кандидата, кто проводил интервью, как много времени, даже не времени, а вниманием не уделили, работает на бренд работодателя. И самое забавное, вот как вы действовали при найме, важно сократить саму процедуру найма, но не вот этот контакт. Это понятно. Контакт является именно стыковкой лояльности к человеку, началом лояльности к человеку. Если вы этот момент упускаете, это вопрос некого уважения и внимания к кандидатам. Скажи мне, пожалуйста, вот прекрасно, мы поговорили, вытесли руководителя, отсекли точно кто нет, дали ему какие-то простые тесты, возможно, с вашей компанией как-то посотрудничали, посмотрели. А вот кто должен обдумать-то всё на этом этапе? Вот какова роль генерального директора, если это топовые позиции, какова роль руководителя, какова роль HR? Вот дай разблюдовку примерно. Разблюдовка следующая. Я бы сказала так, HR, либо лицо, занимающееся подбором, вовлечённое в подбор, должно описать кандидатов относительно критериев. Вы вряд ли найдёте идеального, соответствующего всем критерия. Всегда есть… 100% нет. Всегда есть против. Как анекдот про двурукого консультанта, а можно мне однорукого, да? С одной стороны, с другой стороны. А, да. Можно мне однорукого. Вот не бывает так. Вот эта роль выбора, она всегда за нанимающим менеджером, за генеральным директором. Роль HR, либо лица, который смотрел кандидатов, описать плюсы-минусы. Риски и возможности относительно вот этого, что и как. А вот управленческое решение уже нанимающим менеджером, готов я пойти на риск или нет? Вот ещё вопрос. А вот когда два кандидата им обоим вот их собирают, приглашают и говорят, знаете, мы вас обоих хотим, вот обеих, вернее, хотим вас пригласить, вот вы знаете, что будет некая конкуренция. Как люди относятся вот такой живой конкуренции? Ты видишь, что рядом сидит оппонент, который тоже претендует на это. Это хорошо, плохо? Принято, не принято? Негативно, позитивно? Если честно, я бы не стала в это играть. Они вдвоём могут развернуться и уйти. Смотрите, если мы хотим посмотреть их коммуникативные навыки в такой достаточно напряжённой ситуации, как они себя продемонстрируют, презентуют, это хороший способ симулировать такую ситуацию и посмотреть на них. Если вы хотите найти, не знаю, аналитика, ответственный человек, а коммуникация вторична, то спрашивайте, а зачем вы создаёте эту ситуацию? Лучше просто дать им две задания и сравнить. И сравнить. Зачем? По критерию. И ещё один вопрос. Например, групповые собеседования, как ты к этому относишься? Есть правила, правильные, неправильные? Смотри, я отрицательно отношусь к собеседованиям, как мы уже описали, когда собирается, я не беру сейчас массовые позиции, где просто посмотрели адекватность внешнего вида, когда собирается группа кандидатов, и мы их подряд собеседуем или как-то в группе заставляем их друг другом говорить, потому что есть и такой формат. К этому отношусь отрицательно, потому что сложно сравнить по критерию. Хорошо. Если группа именно со стороны работодателя, несколько человек, это хорошо, если расписаны роли, кто про что спрашивает. Супер. Вот и ещё такое классическое. Смотри, например, компании хочется кратиться в два раза, и люди все знают, что из них будет делаться выбор. Как это сделать правильно? Опять-таки, начиная с критерия, кто останется и… Точно нет. А верить ли песням «Я хочу остаться», я только… Помнишь, как Шреки, Данки этот, вы меня возьмите, меня возьмите. Опять, я тебе больше скажу. Давай. Есть исследование, оно, правда, связано с хайпо, с высокопотенциальным… Кстати, хайпотенциал – это очень важно, давай ещё об этом поговорим. Про хайпо. Есть же там несколько блоков. Предрасположенность к деятельности более высокого уровня, чаще это менеджерская, не всегда формально менеджерская, но организация работ либо людей, блок мотивационный «Я готовка, можно меня, можно меня». И блок вовлечённость, некоторые назовут это лояльность. Я понимаю, зачем я здесь. Вот вовлечённость, что такое? Я понимаю, зачем я здесь, я понимаю, зачем я завтра здесь, я готов прикладывать усилия, готов вкладываться в том числе за пределами своей сферы ответственности. Вовлечённость не бывает отдельно от компании, то есть нельзя померить на входе, понимаете, да? Потому что человек вовлечён во что-то. Я здесь вовлечён, а там не бывает. Я вовлечён в брак, да? До брака. Ну, как бы да. Есть определённые драйверы, факторы, которые влияют на вовлечённость страны компании. Насколько компания, например, обеспечивает чёткую задачу, возможность копироваться, это вообще отдельная гигантская тема. То есть этот блок, хорошо, не трогаем, смотрит на предрасположенность в плюс мозги и вот этот мотивационный фактор. Выясняется, что если человек очень просто предан компании, но у него нет мотивационного фактора, я терпим к неопределённости, а терпимы к неопределённости менее 7% населения, это нужно понимать, да? Готов автономно, у меня есть мотивация власти, а власть это не просто так, статусы, погоны, а меня стимулирует возможность менять ситуацию вокруг себя, как-то вот менять ландшафт, в том числе через людей. То есть если этого нет, это не хайпо. Ну, плюс предрасположенность, брат ответственность, планирует, там множество всяких факторов. Так вот, если просто глаза горят, я, я готов ради компании, всё, но нет двух других компонентов, успех стремится, не то, что стремится, он нулевой. Поэтому глаза горят, но руки обычно не делают. Ты знаешь, ещё один момент, я ехал сюда и вспоминал то время, когда я работал по найму, и мне всё время хотелось, чтобы меня заметили, чтобы посмотрели, какой я хорошее. Мне кажется, нормальные люди, они все это испытывают, что вот им хочется, чтобы на них больше обращали внимание. Но мотивация признания, она же очень у многих ведущая. Да. Однозначно позитивный мотиватор. И вот это вот буквально в оставшиеся пять минут, видишь, как у нас эфир пролетает. Ой, прям да. Вот давай про хайпо, как их найти, как их выделить, как их пестовать, как их вообще. Ой. Хайпотеншал кандидат, сотрудник, не знаю, высокопотенциальный. Что такое высокопотенциальный? Я уже сказала, там вот несколько мотивационных факторов, могу прямо под запись сказать. Давай ещё. Человека стимулирует автономию, самостоятельность. Человек, по крайней мере, терпим к ситуациям неопределённости, потому что чем выше позиция, грубо говоря, ответственнее, тем выше неопределённость. И роль руководителя снижает степень неопределённости для других. Повышает, да. Он сам на себя это принимает. Это власть, как способность менять что-то вокруг себя. Это мотивация, связанная с достижением и вовлечением, вообще готовностью тратить дополнительный ресурс и силы. То есть, я занят, я вовлечён, я что-то делаю. Всё остальное, если честно, вторично. Сколько процентов в мире есть людей с скрытыми потенциальной возможностями? Если мы говорим про мир, исследование 2012 года, уж простят меня наши слушатели, ну просто очень масштабное, потенциально с такими вот склонностями, склонностями брать ответственность и так далее, это 7% населения. — Россия. — Россия 5,5. То есть, как только мы говорим, вот хайпой мы наберём всех, ну не наберёте вы всех, не все будут соответствовать критериям. — У меня был в своё время великолепный работодатель, олигарх, и он говорил очень простую вещь, когда мы собирали состав. Я в то время был директором директора развития, занимался в том числе людьми, он говорит, слушай, успех организации определяется наличием голодных лидеров. Вот если их больше там 5-10%, значит компания рвёт всех. Если таких нет… — Я прям вот… Моя любимая тема путают компании удовлетворённость и вовлечённость. Когда… Даже опросы удовлетворённости. Я удовлетворён, какого цвета у нас стены в столовой пирожки, это вот перекормили вы их. Удовлетворённость и вовлечённость, даже по научным словам, это разные факторы. Вовлечённость, я знаю, зачем, я знаю, зачем завтра, я готов вот двигаться вот чуть-чуть, вот и ещё, и ещё, и ещё. Это лёгкая неудовлетворённость в текущем положении вещей. — Он был прав, да? — Да, абсолютно. И как раз поэтому с хайпом, с настоящими, если вы уже набрали таких звёздочек, вычленили, бог с ним, какой у них там опыт, ну можно в них вкладывать, они это соберут, они будут рвать. Им важно дать настоящую неигровую задачу. Потому что как делают с резервистами? «Ой, вот вам проект, поиграйтесь». Важно для компании, неважно для компании. У вас с хайпом тем самым демотивируется, у него просто деятельность расстраивается. — Абсолютно. То есть, настоящая задача, настоящий риск, и потом, если или пан или пропал, если пан, то настоящее вознаграждение. Вот это три простых правила работы с хайпом. — Я точно могу сказать, что компания твоя в твоём лице увидела в тебе хайпо. Потому что то, с какой энергией, то, с каким эмоциональным энтузиазмом, то, с какой вовлечённостью ты рассказываешь о своём деле — это очень важно. И мне вот хочется у тебя спросить. А что тебе внутри драйвит? Как ты формируешь вот эту любовь? Откуда она в тебе берётся? Почему такой высокий уровень? — Ну, ты знаешь, я в компании уже одиннадцатый год. И это любовь к тому, что делаешь. Это любовь к продукту. И самое важное, подтверждённые фактами исследования, вера в то, что это работает. Для меня личностно важно, я знаю, что для многих моих коллег сделать жизнь и HR, и кандидатов проще. Потому что очень важно на этапе входа либо в компанию, либо в задачу понять диспозицию друг друга, понять, что мы имеем, дабы не ставить в неудобное положение ни кандидата, ни HR. Есть же такой эффект, называется пирамида… — По словам? — Нет. Есть такой Питер принципом, пирамида Питера, когда мы говорим, есть поговорка «каждый достигает свой уровень некомпетентности». — Некомпетентности. — Некомпетентности. То есть, чем лучше человек работает, повышает, повышает, повышает. А потом, оказывается, и вроде как и выгнать нельзя. Потому что выгнать – это где-то около 4% случаев, опять есть на это исследование, в 40% случаев это скрытая неуспешность. И человек мучается, и выгнать не за что, и все понимают, что что-то не так. Поэтому лучше на входе в задачу либо в компанию, неважно, я сейчас говорю просто про выполнение обязанностей, посмотреть, насколько человек это потянет, и не создавать для профессионала ситуацию неуспеха, помещая его в ту среду, в те задачи, где он точно будет неуспешен. Вот это вот такая, может быть, гуманистическая миссия – сверить, а насколько вот этот пазл сходится. Если он сошелся, это счастье для всех. Если нет, лучше знать это на берегу и найти другой подходящий пазл, где это будет работать. Спасибо тебе огромное, наш эфир закончился, вот 45 минут пролетели, я получил истину удовольствия. Я вообще считаю, что огромное счастье, за что я благодарен нашей компании, нашей радиостанции, которая дает нам, всем ведущим, ведущим свои проекты, иметь возможность общаться с такими людьми, как ты. Потому что эти 45 минут – это, по сути, вот сжатый курс MBA, Executive MBA. Если ты этого хочешь, я всегда говорю, имеющий уши да услышит. Если взять и послушать наших спикеров, но ты представляешь, какой ты путь прошла до этого, и ты сжато пытаешься все выдавать. Сидите, разархив, помнишь, раньше мы на дискетах ZIP-архив, RAR-архив. Сидите, слушайте, распаковывайтесь, ставьте на паузу. Друзья, закончить хочу вот миссией, которую мне Ира сказала, что миссия вот этой компании вашей – она образовывает рынок, и это классно. Классно, что вы вкладываете в людей, в тех людей, которые вокруг вас для того, чтобы у них их бизнес становился успешнее. Спасибо тебе за эфир. Робот, спасибо, что пригласил. Это был «Бизнес-завтрак» на радио Медиаметрикс, и мы сегодня говорили о том, а что такое подбор, и как он может помочь вашей компании быть более эффективной на нашем сложном, но очень интересном и драйвовом российском рынке. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова